Уже на сердце легло. Мой родной Межлист, мой родной Курултай и так далее. Все так и должно было быть. Если бы не одно «но». Если бы этот Курултай и Межлист, который мы соседали для того, чтобы он решал наши насущные вопросы, подымал их, нас подымал, когда нужно было бы. Потому что наш народ, субханаллах, это сила, которую сегодня считается везде. Все Украине ни один так не может поднять, чтобы не за интерес пришли и стояли сколько нужно. Даже под кабинетом министров сто дней стояли, и люди их спонсировали, сами люди. Это нонсенс. Это редко, когда такое бывает. И я что хочу сказать. Конечно, всем это близко. Но сегодня так стало, что люди, которые возглавили этот орган, переросли в некую другую структуру, которая стала удобна так, как они живут. Несмотря на наши проблемы и боли. И даже больше того, наша проблема и боль для них стала неким рычагом давления на власть. Поэтому им невыгодно сегодня, чтобы народ был в покое и ему было хорошо. Сегодня так сложилось. Это обидно, проблемно, но оно так. И почему я не могу сказать слово? Вот кто-нибудь слышал, что кто-нибудь сказал им прямое слово? Где-нибудь в эфире, вы что-то не сделали, вы что-то не доделали, вы читаетесь. Почему? Вот у меня, например, простой вопрос. Я простой человек, простой крымский татарин, понимающий не особо глубоко политические ситуации и так далее. Тем более в проблемах народов. Не особо так сильно, я потому что не политик. Но я понимаю простую вещь. Когда вот это распоевание земель, мы были уже здесь. Наш народ, потенциал нашего народа был мощен. Мы могли смести Верховный Совет, если помните, забежали до самого четвертого этажа. Что нельзя было эту силу направить для того, чтобы решился этот вопрос и оставить для нас землю. Какую землю? Распоевку. Представьте, какой это стратегический интерес для крымско-татарского народа. Это кто-то умалчивает, тишина такая и покой. Но сами подумайте, если у каждого из вас, на вас, на каждого было по 5 гектаров, у мужа 5 гектаров, у жены 10 гектаров, взял аренду фермера, тебе каждый по 5 тонн зерна дает или энную сумму денег. Представьте, какой залог для татаров. Или я сам могу распахать и засеять. Почему нельзя было поднять народ и сказать, что так нельзя, власть, так не решайте. Пожалуйста, мам, оставьте нашу кроту, а там, как хотите, так и делайте. Почему народ не был поднят на баррикады? Почему не было подняты, и это во всеуслышание, на всем мир, поехать в Европу, сказать, обделять крымско-татар, мы вернулись на землю, нам не дарят поевку. Какие-то 10 соток мы сегодня стоим, 7 лет, 10 соток не можем получить. А что вы сделали до сих пор? Почему не подняли нас? Мы бы пришли, почему нет? Да, пришли бы. И посмотрим дальше. Эта распоевка прошла, мы будем, говорит, это, игнорировать, как там сказано было. И сегодняшний день ни один, кроме нескольких людей, получили в колхозе. Кто был в колхозе, тот и получит. А как мы будем в колхозе, если мы были депортированы? Этот момент надо было учесть? Нас не собрали. Нам не оповестили, не объяснили серьезной ситуации. А когда надо было поддержать Гриценко, которого хотели снять, русский блог и так далее, я не знаю, не помню кто, Но нас попросил, уважаемый человек, через Даниала собраться, вот именно наш актив и наши люди, пришли порядка полторы-две тысячи человек, поддержать Гриценко, оказывается. Это более важно. Меня вот это смущает. И почему я не могу у него спросить? Почему так? Почему, если я спрашиваю, он мне говорит, у тебя шкурный интерес и тому подобное? Вот чем я, что хотел еще добавить, и сегодня, мы просто это много видели, через это прошли своими этими, все у нас в крови, это как говорится. И сегодня то, что начинает, какая-то власть начинает решать, та власть, которая начинает что-то решать, именно она плохая. Сегодня посмотрите в интернете выступление Яценюка насчет наших земель. Что он говорит? А смотрите специально. Разговорите в Ютуб, зайдите, Яценюк насчет крымских татар, насчет земельных подавленных протестов. Все пора равно, никому ничего, а всех накажем. И пишем, мы голосуем за них, вот оказывается, мы должны все крымсатары по... Это же батьковщину голосовать. Да не буду я за него голосовать. Я буду голосовать за того, кто мне будет давать землю. Они дают. Мы полгода вот эту трассу держали. Полгода. Это государственный интерес. И они с нами не поступили так, что маски-шоу там... Сделай там чуть-чуть. Что маски-шоу там нас пришли, начали ровнять, как на полно-класской. Держите микрофон. Нормально. Мы вот там ставили. То есть нас должны прийти. А мы разровнять. Это государственное значение дорога. Что они делают? Приходят, ребята, в чем дело? Мы говорим, вот эти четырнадцать участков вы у нас режете. Они говорят, что в этом проблему дали. Мы вам решим. В итоге нашли решение, нам вот здесь вот сорок участков дали. Вот подход. А не какие-то маски-шоу, мы вам там голову отсечем. Как говорит сегодня, я ценю. Мы всех поосудим, мы всем права, всех одинаковые, ничего-ничего. Если это он говорит, почему сегодня наш лидер не говорит? Мы за них голосовали, и иметь право они так делают. Землю изначальное положение предупреждает. Да, я ценю как слова. Просто для интереса сегодня зайдите в Ютуб, у кого есть интернет, и посмотрите, как он относится к нашим вопросам земли. И что Чуваров или Мустафа Джемилев не могут сегодня сказать, заявить официально на АТР или где-то. Джемат, смотрите, мы за них хотим проголосовать, за Кевчину, они что делают? Почему это не поднимается? У меня справедливость, я не хочу за кого-то там быть. Мне главное, чтобы народу было хорошо. И я смотрю, если я не лидер, но если я был бы лидер, первое, что должен заниматься, это весь в поту, весь в грязи заниматься проблемами этого народа. Потому что это народ в поту и в грязи. Как-то я один раз этому Мустафе Джемилеву сказал, он сказал, Я призываю вас всех откликнуться, проникнуться, понять, что мы непростые бараны, которым нас считают. Сказав, пошли вперед, сказав туда, пошли, проблема это для народа или польза, не имеет значения. Я сказал, вы идите. Сегодня мы должны быть народом, который должен спрашивать, кто бы ни пришел. Джемилев тот, или Сейдалий Фрешат, или Гемеджи Сидамет. Почему ты делаешь так? Они вот так, как нам выгодно народу. Мы должны требовать и спрашивать у них. А пока мы так не делаем, они делают все, что они хотят. И никогда у нас никто ничего не спрашивает. Я же Курултай, а мы знаем, когда Курултай. Первый Курултай оправдились. Имдат, бандиты имдата, собрались вокруг, окружили, ну попробуй кто-нибудь пройди. Я сам там приходил. Я всех имдатовских знаю, бандитов. Ребят, сегодня Машалай есть хорошие ребята. Но дело не в том, они стояли и не пропускали недовольных. И сегодня, когда мы хотели с Сидаметом Гемеджи по запросам дойти в Курултай и оттуда как-то донести проблему народу. Что нам сделали? Нас озвучили, мы рассказали, как мы будем решать вопросы, если что. А потом в списках самих наши фамилии просто не поставили. На выборы. На выборы в Курултай. Вот как они делают. Это подходит. А сегодня вообще сибатовцев не подпускать. Мы что, не народ? Мы что, не крымские татары? Или у нас есть свое мнение, поэтому не подпускать? Вот что я хотел вам обратить внимание, Джима. Мы не должны быть овцами, которых гонят туда, куда хотят. Или в Кашару, или же волком на съедение. На бойню, да. Поэтому каждый человек должен спросить. Я хочу спросить. Почему ты так делаешь? Почему ты не поднимаешь нас, когда нам надо в землю себе взять по 6 по 8 гектаров? Почему ты молчишь? Почему ты не уходишь к какому-то грицейку? Кто он такой, этот грицейк, который нас топтал палатками? За Порошенко просит нас на газе. Да. За Порошенко 2 гектара, где надо отдать. Мы говорим, какие 2 гектара? Многие были на к committee, приел бандитов, имдатов, саляха все. Пришли у нас 2 гектара оттяпать. Надо отдать. Почему надо отдать? Он говорит, если мы очень хаин Вашим, subscription камiat, чем молодой стране. Мустафа говорит, мне вы такой, что Мустафа говорит, что вы должны быть овцом. Вы должны быть. Когда вперёд, который должен быть истойем. За порошенко – они уже не берёт других гектарных. У нас есть 20 гектаров будет 2 гектарных. У Barb Uhlone joined сдаio. Он говорит, а не Порошенко или Тимошенко, я говорю. Мне кто такой Порошенко, я говорю, почему я должен отдавать ему 2 гектара? Здесь же 27 крымских татар, которых ты лидер, отдаем Порошенко и Тимошенко, потом, говорю, от нас ноги вытирали. И вот он мне тогда эти слова сказал, язык ему надо отрезать. Вот у него какой подход. Он не слушает мнений, не делает вывода, а язык надо отрезать, говорит. И каким трудом отбивали вот эти 2 гектара? А у них была тема поставить лакокрасочный цех, а вот охранная зона, это лакокрасочный цех, еще 400 или 500 метров. Почти весь автогаз уходил. Мы как будто бы это не знаем, мы же не дурачки. Он пришел, надо помочь, он нам помогает. Так нельзя подходить. И когда мы это видим, мы сомневаемся, подожди, а ты на страже ли интересов нашего народа стоишь? Или же и на страже интересов каких-то других кланов? Дима, много слов было сказано. Я призываю вас, есть много еще что сказать. Конечно, потому что наш джематон не освещен ни в чем, очень мало этой истины проходит в эфир. Сегодня только ложь. Только ложь. Поэтому, джемат, отзовитесь, откликнитесь. Почему я призываю? Та власть, которая сегодня пришла и решает, дали уже 20 участников. Вот простой пример. Я стоял на Киеве. Совещание министра всех собрали в этом министерстве охороны здоровья у Филипчука. Тимошенко дала приказ всех собрать у вас. Все собрались. И Крымские, и все лесхоз, и Месхоз, и так далее. Что они сказали? Надо что-то решить в этом мире, чтобы они освободили площадь. И я... А он сказал, что вы хотите? Мы сидели на Риман Потелов, я и Деля Верия считал. Мы сказали... Он говорит, хотя бы что-то, чтобы мы вам удвоитворили ваше, чтобы вы, ну, людей убрали. А потом постепенно будем все решать. Что вы предлагаете? Что можно... Я сказал, вот, получите первое решение, которое там было по юбилейке, там, 27 гектаров. И второе, я говорю, ну, что-то мне в голову взбрело, я сказал про мечеть на Ялтинской 22. О, да, все, туда-сюда будем решать, до сюда. Вопрос там и остался. Но когда пришел... Когда пришли... Вернее, была власть оранжевая, за которую мы и голосовали. Они за 5 лет не могли решить. И подошел один чиновник мне и сказал. Вы знаете, ребята, вы здесь вот этими всем ничего не добьетесь. Здесь, в Киеве, стоит жесткое антикрымско-татарское лобби, которое вы не прошибете. Это сказал этот человек, который в этой власти, ну, в куларах этой власти человек высомый. Ничего не пробили. Ему ничего и не пробили. Теперь же приходит эта власть, которую мы против, голосовали. Меня просто это удивляет. Против них голосовали, но они хотят решать. Удивляет. А, Ялдовская 22, возьмите... Мечведь. Какие вопросы? Мечведь, пожалуйста. Джарты открывают ленточку и все от радости прыгают. А что не могла бы та власть решить? Могла бы. Почему не решала? Сегодня та власть хоть один решение дала? Нет, это дала две тысячи. Все равно плохие, давай выступать против них. И если бы на этот митинг нас не позвали бы, для того, чтобы выступить против правительства, которое нам решает, мы бы спокойно пошли бы сюда. Просто почтить память. Для этого мы и собираемся на 18 мая. Не больше ни для чего. Но когда нам сказали, придите, для того, чтобы сместить Могилева и сместить эту власть здесь, вместе с Киевским. Смотрите, какая хитрая задумка. Два месяца назад, 18 апреля или 18 марта, начинают, чтобы 18 мая подогнать. Удивительный вопрос. Поэтому стала такая ситуация. Нужно делать выбор, Джамар. Сауна за внимание. И да поможет нам всем Аллах. Амин.